Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который тоже очень хороший качественный пас, хороший удар, очень легко решает, если находится один-один с вратарем, обводка хорошая, так что вот это, что могу сказать для его. Что касается Киреева, он молодой повозрастетник, спартаковская школа, как говорят, Россия, тоже очень технический, очень качественный футболист, молодой, так что думаю, что у него время, у него есть будущее и думаю, что должен работать и показать, что ему место располагается. Что касается Ксула, он здесь был на просмотре, уже называют Саня, потому что так легче по-русски Саня, значит. Он очень качественный защитник, молодой, уже играет за сборную ревара, так что это достаточно, чтобы говорить для себя, в работе с вами, ну, не ты, соответственно, он понравился и тоже думаю, что это игроки, которые будут в будущем за Ростов. Стариков, он играл, я его заметил там, еще в Томске, когда играл, очень скоростной футболист, очень такой неудобный, легко забивает, хороший удар его, и самое главное, забил зениту где-то там, где-то два года назад. Забил зениту, поэтому я его забрал. Вот так. Никто на самом деле не произносит это правильно, но, в общем, если опираться на африканский диалект, это лучше Кул. Спасибо. Второй вопрос, касаемо его прихода, человек из сборной ЮАР, все-таки в начале 2000-х годов, в Ростов-Булатке, большая точка, и конец, которые, в общем-то, достаточно успешно выступали за нашу команду, общался не он с кем, помимо Мэйча Гута. И знает ли кого-то? Яфер Звана, возможно, либо Роман Хангель. Да, я знаю лично, потому что Кул очень хорошо знает, они происходят из одного города, они общаются, и он его называет своим хорошим домом. Дэвид, обычно английские футболисты неохотно покидают острова и предпочитают играть у себя на родины. Какой был у вас побудительный мотив переехать из Лондона в Ростов-на-Дону? Спасибо. Ну, собственно говоря, дело было в новом вызове. Дэвиду хотелось играть в футбол, и когда он услышал о такой новой возможности, он решил схватиться за нее, приехать и почувствовать что-то новое, попробовать себя, можно сказать, на новом поприще. Это было главным побудительным мотивом. Медра, скажите, пожалуйста, вот приход новых качественных исполнителей, все мы понимаем, не сразу делает команду сильнее. Нужно время, чтобы подстроить футболистов под командную игру или, наоборот, командную игру подменять под новых футболистов. На ваш взгляд, сколько реально нужно времени, чтобы футболисты влились в команду и усилили Ростов? Спасибо. Я думаю, что это очень хорошие, качественные футболисты. Они сразу на этой игры с Динамой покажут свое качество. А чтобы команда играла, чтобы они понимали друг друга, я думаю, что нужно три-четыре игры. Но с таким футболистом, я думаю, мы увидим уже в эту игру с Динамой, что они качественные. Но я ожидаю, что они исполняют рисунок Рашидов. А поры будут тоже такие серьезные? Спасибо. 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 Спасибо.